Всем привет, это корейский повод Туном, и сегодня я снова делаю разбор на операции «Истинная любовь». Это моя любимая манфа. Да начнём. Самболь чо. В корейском языке нет названий месяцов, то есть тут считается первый месяц, второй месяц, третий месяц, то есть тут самболь, третий месяц — это март. Чо — это начало, то есть начало третьего месяца, начало марта. Эйнг — это такой звук, типа... Моя, ольма мукчидо нам нэнде. Итак, тут моя — это что за? Ольма — это совсем мало, чуть-чуть, совсем немного. Мокчидо нам нэнде, тут глагол мокта — это кушать, а вот чи анта — окончание — это отрицание прилагательного и глагола, которые стоят перед ним. Тут прям такой дословный перевод не нужен, она сказала «Я же совсем чуть-чуть съела». Хоть тут отрицание, типа, не съела, но значение именно, типа, «Она совсем чуть-чуть съела». Вау, смотрите, это типа 7-11. Так, она выходит «Куача саронаум». Это чисто, я просто накину сверху что-нибудь и иду в пижаме. Хотя нет, это чисто вся Корея, все корейцы вот так вот выходят в такой пижаме в магазин. Кстати, вот заметьте, она одета тепло и вышла на улицу в тапочках и без носков. Корейцы могут так и зимой ходить в тапочках и без носков. Ладно, возвращаемся к переводу. Клотя — это снеки, печенье, типа чипсы, вот что-то типа того. Саронаум. Глагол сада — покупать. Наум, глагол науда — это выходить, вышла купить вкусняшки. О, удивление. Райма. Мне нравится ее имя, оно ей очень подходит. Раим. Звучит как лайм, и у нее желтые волосы. А вот окончание «а» присоединяется к имени, это более ласково звучит. Можно выучить сразу целое выражение, это «что ты здесь делаешь». Также можно выучить как выражение, это «перерыв», «время отдыха». Смотрите, тут маленькая стрелочка указывает на ее чипсы, которые она купила. Смотрите, тут отсылка на вот эти вот чипсы. Это мои любимые чипсы. Суэ — это имя главной героини. Суэ — это любимый, лучший, куача — это снэк. То есть, это любимый снэк, Суэ. Но ту куача саро наватчи. Но это ты, то снова вновь куача — это снэк саро науда. Вышла, чтобы купить. Типа, ты снова вышла за снэками? Хе-хе. Нонши нэн чиганя. Мальтоллиги. Хе-хе, это хе-хе. И она повторяет «у тебя перерыв». Мальтоллиги — это повторение слов. Эн, кэнде кутторо га-де. Эн, это ответ «да», согласие. Кэнде но кут скоро другая-де. Нужно заходить. То есть, да, но нужно скоро заходить. А, да, чуть не забыла, что это за уроки, которые длится так допоздна. Это дополнительный, типа, кружок после школы, который называется хагон. Эти дополнительные платные. Туда записываются ученики, чтобы подтянуть себя в учёбе. В основном они записываются на математику, литературу и английский. Эти допы начинаются обычно после школы, могут в пять часов, а могут вот так вот допоздна, до девяти или до десяти. Ладно, пройдём ещё чуть-чуть. Это поздно, да, поздно. О, да, глагол, это приходить. То есть, ты же поздно вернёшься. Это брать с собой, увозить с собой. Тебя забрать после твоих уроков. Всё в порядке, нормально. Это типа он, вот он. Вот снова же этот глагол. Забирать кого-то, типа, проводить кого-то. Он меня проводит. Она такая твоя локти. Парня какого-то, она такая, о, удивляется. И кунхёгида. К-к-к. Борэ, к-к-к, это типа, ха-ха-ха. Борэ, это типа, что ты сказала, типа, кто тебя проводит. На этом всё. Я надеюсь, что вы хоть как-то отреагируете, напишите отзыв. Мне нужна ваша отдача, чтобы я знала, что я делаю это не зря. Всё. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok